Ты представляешь, как... Офигеть! Жесть! В Екатеринбурге вечером, прохладным рождественским вечером, а праздник Рождества Христова продлится до 13 января, на улице с вновь актуальным названием фронтовых бригад 18, что на Эльмаше под стенами Уральского турбинного завода, приключился неравный бой между трамваем 14 номера и серым подорожником. Из официальных данных госавтоинспекции Екатеринбурга известно, что предварительно, то есть не точно, пострадали два человека, и можно с высокой степенью вероятности предположить, что они ехали в болиде. А вот о том, кто куда двигался, гаишники не сообщили. Но опять-таки, с высокой степенью вероятности можно предположить, что трамвай ехал прямо по рельсам, да-да, прямо по рельсам, и если его при ударе не развернуло на 180 градусов, то, скорее всего, он катился от проспекта космонавтов вглубь Эльмаша, то есть в сторону старых большевиков. О перемещениях болида по плоскости можно только гадать, но вероятно. Он пытался повернуть на Т-образном перекрестке с фронтовых бригад налево, на Бабушкина. Пилот, видимо, в свет мой зеркальце заднего вида не посмотрелся, не увидел сзади трамвай и потому болит, левой бочиной залетел под электротранспорт. В теории такие замесы, как правило, завершаются нанизыванием легковушки на трамвайную колбаску, называемую псу-подхвост, где псу – это переднее сцепное устройство. Но в этот раз, как видно, обошлось без дефлорации борта. Трамвайная колбаса оказалась недостаточно мощной, потому после удара она как-то так грустно обвисла, а подорожник отлетел и окопался посреди дороги. Теоретически, пилота легковушки могло проронзить железной колбасой, а это чревато переломом как минимум левой ноги, но в этот раз ему пофартило. Передняя колбаска трамвая оказалась недостаточно твердой, к тому же удар трамвайным углом пришелся в основном в заднюю часть болида, в общем, обошлось без смертоубийства. Два человека пострадали, но это по предварительной информации.